Приветствую вас. Конечно, ситуация далеко не простая. Вот, и, в общем-то, я бы не сказал, что здесь есть универсальное какое-то решение. Напротив, я считаю, что универсального решения здесь нет, потому что вы, по всей видимости, живете так уже не первый день, и даже, наверное, не первый год, как я думаю, и, соответственно, если раньше у вас были... к примеру, какие-то основания, ну, реальные, да, для того, чтобы так жить, вот, что после, потом, а... ну, по-видимому, это уже вошло в своего рода привычку, вот, и вы живете так просто потому, что по-другому не можете. Эм... История заключается в следующем. Зачем... Как правило, такие эмоциональные качели возникают в том случае, когда у ребёнка в детстве не было... эм... ну, какой-то такой, знаете, вот, эм... чёткой системы, да, чёткого... чёткого понимания... того, например, того, например, как... лучше, значит... поступать... то есть, как... например, как поступать нужно, да, а как поступать не нужно... эм... что можно... к примеру... эм... что... что нельзя... вот... ну, то есть, это вот, эм... примерно... примерно, да, это... такой момент... примерно, это вот, эм... такая история, и... эм... как, эм... лично я думаю, что... именно из-за этого, именно благодаря этому, именно по... этой самой вот как раз причине, вы так себя и, собственно, чувствуете. Вам именно поэтому так плохо, и вам именно поэтому, именно поэтому у вас вот такой негатив. Именно поэтому вам так, собственно, тяжело живется, в том смысле, что вас то в одну сторону кидает, то в другую. Ну вот, соответственно, нужно здесь работать над улучшением эмоционального интеллекта, повышением его. Ну вот, для этого есть соответствующие задания, соответствующие методики. Ну и дальше уже смотреть, какие есть комплексы, как чего, как обстоят дела с этим. И после этого, я полагаю, что постепенно, постепенно, я думаю, будет ситуация налаживаться. Еще очень важно, безусловно, отметить то, как вы организовываете свою текущую жизнь. То есть, понимаете, какая история, ведь по факту, получается, что у вас нет ничего стабильного вообще. То есть, по факту, получается, что у вас нет ничего своего, по факту, получается, что нет ничего такого, чем бы вы, например, были бы уверены. И это на самом деле ключевая проблема, которую вам... Значит, нужно решать. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать сейчас, на данный момент. Что вы описываете вот, по сути, такие эмоциональные качели, да. Ну вот, нужно возвращать вас к некому такому общему, так сказать, номинации, нужно, чтобы вы были укоренены в чем-то. С другой стороны, вполне возможно, что имеет место быть более серьезные проблемы, например, маниакально-депрессивный синдром. А вот, в этом случае, конечно, лучше обратиться к врачу, чтобы он вас продиагностировал и, возможно, назначил соответствующие препараты для создания условий благоприятных... благоприятствующих психотерапии. Все. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Тут не важна только индивидуальная работа. То есть, проблема, она такая обстоятельная, она всеохватывающая, да, и очень важно, вот, им работать именно с вами, вот. И мне просто интересно, какой помощи вы ожидаете сейчас, вот, написав свой вопрос, за какой помощи вы ждете? То есть, как вы себе эту помощь представляете? Что вы прочтете какой-то совет, и все будет хорошо? Или что дадут вам какую-то технику, и вы, применив ее, сразу избавитесь от своих, от этого состояния? То есть, нет, нет. Вам необходимо работать, это планомерная работа по изменению себя, по внутренним изменениям. Вот. К сожалению, так. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.